Задачи ставить рекорд нет, просто работы в городе много. Сегодня Найль Магдеев провел пресс-конференцию. Поговорили об успехах и проблемах 2015-го, обсудили планы на следующий год. От коммунальной сферы до празднования Нового года. Вопросов у журналистов, как всегда, накопилось достаточно. Привлечение средств из бюджетов разных уровней на решение городских проблем продолжится с таким же усердием, заверил журналистов мэр в 2015-м. В набережные Челны поступило около 8 миллиардов рублей. Более четверти, в том числе и по федеральной программе, моногородов направлены на ремонт дорог. Также ударными темпами строили детсады, приводили в порядок школы и уличное освещение. В республике отработан алгоритм. Каждое муниципальное образование претендует и имеет право попасть в республиканскую программу по соответствующим нормативам, которые определены для города. Поэтому мы в данном случае во всех программах участвуем. Но журналисты беседу больше старались направить в русло нерешенных проблем. Например, сроки разрешения размещения рекламных счетов на муниципальной земле были продлены без аукциона, что вызвало соответствующую реакцию антимонопольной службы. Предписание на устранение нарушений было выдано еще год назад, но долгое время власти и местный бизнес не реагировали. Почти 640 конструкций должны быть демонтированы. Их владельцы обязаны выполнить предписание в течение месяца со дня получения. Работу уже начали. Разобрали 12 рекламных счетов, но объем слишком велик, пояснил мэр. А потому от набережных Челнов Управление федеральной антимонопольной службы поступило обращение с просьбой продлить срок исполнения представления. Продолжается наведение порядка и в коммунальной сфере. Сюда можно отнести борьбу за обслуживание коллективных антенн. Руководство города в этом вопросе поддерживает Центр информационных технологий, который, по мнению мэра, отстаивает общедомовое имущество граждан. Вот только побочный эффект этого противостояния челнинцы уже ощутили на себе. За нестабильный сигнал теперь некоторым приходится платить сразу нескольким организациям. В данном случае МТС, уважаемая компания, да, но мы считаем, что сегодня то имущество, на которое они претендуют, оно является собственностью граждан, жилые дома и так далее, и так далее. Там все это расписано. Поэтому Центр информационных технологий, на мой взгляд, если он в чем-то не прав, то любая компания может подать в суд. Год еще не завершился, и об итогах 2015-го пока говорить рано. Не все, что было запланировано, завершено. Но с чего начнется следующий год, можно сказать наверняка. С грандиозного праздника, которому в набережных челнах обещают подготовиться особенно. Что касается нового года, то 2016-й в набережных челнах, благодаря инициативе президента Татарстана, встретят ярче прежнего. Реконструированные скверы и парки станут отличным украшением города в праздник. Вот, например, и на бульваре Кириселидзе появится своя новогодняя красавица. Тот планирует нарядить ель. Егор Орлов, Дмитрий Кравченко, РНТВ, Набережные Челны. Продолжение следует...